Добрый день! Вы смотрите новости на телеканале ЮИТВ. О самом главном на эту минуту расскажу я и мои коллеги в студии Тимофей Львутин. Восемь раз с начала суток российские оккупанты обстреляли позиции вооруженных сил Украины на Донбассе. В частности, на Луганском направлении укрепления украинских военных оказались под огнем зенитной установки. На Донецком помимо стрелкового оружия использовали гранатометы. Украинские военные несколько раз подавляли огневую активность боевиков. По данным Министерства обороны, потерь в рядах защитников Украины нет. На Луганском направлении после полуночи оккупанты вели обстрел защитников Украины в районе Новотошковского из зенитной установки и стрелкового оружия. Боевые действия с применением гранатометов и крупнокалиберных пулеметов продолжались ночью и утром вблизи поселка Вильного и Троицкого. На Донецком направлении враг пять раз ввел огневые провокации из гранатометов и другого пехотного вооружения вблизи Лебединского, Гнутова, Широкина, Павла, Поля и Водянова. За минувшие сутки боевики 15 раз открывали огонь на Донбассе. Дважды использовали запрещенное Минскими соглашениями оружие. В частности, из тяжелых минометов боевики обстреляли укрепления в Крымском и Гнутово. Кроме этого, по защитникам Гнутова и Лебединского вели огонь из БМП. На других рубежах использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Потерь в рядах вооруженных сил Украины нет. В то же время, по данным украинской разведки, на протяжении минувших суток у оккупантов двое погибших и двое раненых. Украина, Германия, Франция и США готовят совместно проект о миротворцах ООН на Донбассе. Об этом на полях Генассамблеи ООН заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, совместно проект резолюции нужен, чтобы дальше давить на Россию, которая блокирует создание настоящей миротворческой миссии, а ее полномочия хочет ограничить охраной наблюдателей ОБСЕ. В свою очередь, Украина вместе с международными партнерами настаивает на более широком мандате для миротворцев с контролем оккупированной территории, включая границу с РФ. Россия бесцеремонно нарушает международные нормы, захватывает территории и использует химическое оружие в других странах. Об этом сообщила премьер-министра Великобритании Тереза Мэй на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. А ответственность за отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юрии в Солсбери премьер возложила на российские спецслужбы. Мэй назвала это покушение отвратительным. Когда сирийский режим в очередной раз использовал химическое оружие против своих граждан в апреле этого года, Британия вместе с Францией и США предприняла военные меры для прекращения этого. Когда в начале этого года Россия воспользовалась нервно-паралитическим веществом новичок в британском Солсбери, В Великобритании вместе с НАТО, ЕС и партнерами выдворили более 150 российских офицеров разведки. Россия бесцеремонно нарушает международные нормы. Сейчас мы должны объединиться для предотвращения таких действий в будущем. Настоящее имя одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей не Руслан Баширов, а Анатолий Чипига, полковник ГРУ и Герой России. К таким выводам пришли издания «Булинкэт» и «Зе инсайдер» после совместного расследования. Чипига служил в 14-й бригаде спецназа ГРУ в Хабаровске, а также воевал в Чечне. В 2014-м его наградили званием Героя России за так называемое выполнение миротворческой миссии. Издание «Булинкэт» и «Зе инсайдер» считают, что награду он получил за участие в боевых действиях на востоке Украины. Тогда Чипига был замечен вместе со своей воинской частью возле границы с Украиной. А на тот момент Россия еще не вступила в конфликт в Сирии. 5 сентября прокуратура Великобритании обнародовала имена двух граждан России, подозреваемых в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. По данным ведомства, это Александр Петров и Руслан Баширов. Они сотрудники главного разведуправления России. Для отравления Скрипалей использовали нервно-паралитическое вещество типа «Новичок». В марте этого года в Солсбери бывшего российского разведчика и его дочь нашли бессознание. Медикам удалось спасти их жизни. Великобритания после инцидента выслала 23 российских дипломатов. Королевство поддержали 28 стран. Всего были отправлены обратно в РФ почти 150 российских дипломатов. Берет с отличием под Киевом прошли всеукраинские соревнования среди военных. За право носить почетный берет цвета украинского флага состязались полсотни нацгвардейцев. Впервые вместе с мужчинами участвовали и женщины. Кто победил в этом году, расскажет корреспондент ЮЭТВ Артем Хоменко. Через огонь, колючую проволоку, траншею. Полоса препятствий, первый этап испытаний. Мы же готовим людей к боевым действиям, а там как? Траншея есть? Есть. Буреломы, завалы, лес есть. Все как на местности. После первого этапа отсеивается десяток претендентов. Дальше метание гранаты. 30 метров для мужчин, 20 для женщин. Кто не добрасывает на указанный рубеж, пробегает штрафную стометровку. И в этом испытании мы никого не отсеиваем. После блок силовых упражнений и стрельбы. Военнослужащий Богдан признается. Не ожидал, что будет так тяжело. После срочной службы в прошлом году подписал контракт. Служит под Одессой. Напомню, складнейшая была силовая. Наверное, самой сложной была силовая. Это приседания с 30-килограммовым мешком, отжимания упражнения на пресс и кантования почти 100-килограммовой покрышки на 30 метров. Впервые в испытаниях участвуют женщины. Сегодня это военнослужащие Ирина и Татьяна. Для женщин нормативы в беге и стрельбе такие же, как для мужчин. Времени на интервью нет. Ирина тяжело, но именно к такой жизни всегда стремилась, признается девушка. И уже второй год служит в Нацгвардии, командует отделением. У меня мечта была. У меня мечта быть военнослужащей с самого детства. Мой крестный дослужился до подполковника, а я пошла по его стопам. До армии я работала парикмахером в салоне красоты, но мне всегда по душе больше был спорт и нагрузки. Нормативы соревнований в этом году существенно усложнили. Некоторые упражнения кандидаты выполняли в бронежилетах. Главное ведь это не объем мышц, а дух и стремление к победе. В этом и суть наших испытаний. До финального этапа рукопашного боя из полсотни участников дошли только 10. Победителей трое. И среди них Богдан. Говорит, результатом доволен. Звычайно тело болит. Конечно, тело болит. Но думаю, это ничего страшного. Раны заживут, а берет со мной останется. Победители получают почетные береты и возможность подлечиться и отдохнуть в лучших санаториях Украины. А также денежное вознаграждение. Артем Хоменко, Вячеслав Смирнов, ЮЭй ТВ. Четвертый образовательный фестиваль «Арсенал ИДИ» проходит в столичном эстетском арсенале. На нем представили художественные проекты, современные образовательные программы и научные эксперименты. Фишкой мероприятий стали инклюзивные проекты. Больше о том, что подготовили для посетителей организатора мероприятия, расскажет корреспондент ЮЭй ТВ Юлия Кричкова. Если бы я был чем-то, кем-то или где-то, именно так звучит тема «Арсенала ИДИ» в этом году. В креативном пространстве дети и взрослые могут изучать полезные ископаемые, попробовать себя в роли археолога, а также поучаствовать в химических и физических экспериментах. Стенды разделили в три тематических пространства. Первое пространство – это деятельность, где детки могут почувствовать, что такое быть, например, изобретателем, космонавтом, или кто такой куратор или художник. Еще одно пространство, оно связано с телом человека. Мы говорим о том, как человек себя может ощущать как в своем теле, или, например, если бы он был рыбкой, или был кенгуру, как бы он тогда себя чувствовал. Еще один блок – это у нас пространство. В пространстве мы говорим про то, какие у нас бывают маршруты. Мы говорим про наш город, город Киев, исследуем его. 12-летний Богдан пришел в мастерский «Арсенал» на экскурсию со своим классом. Уже успел своими руками сделать сувенир в памяти фестиваля. Успели поделать копейку сейчас. Там типа с трезубцем вот такая копейка. Ну там типа разжариваешь, потом ее надо побить и все. Также Богдан вместе со своими одноклассниками поучаствовал в боях роботов на локации, посвященной робототехнике. Роботы, они прикольные. И скоро все равно надо будет к роду потом приучаться, потому что скоро будет все в роботах. На фестивале идей показали живность. Через такие знакомства, через знания мы справляемся с нашими фобиями. Через знакомства, через знания мы справляемся с нашими фобиями. У нас здесь змеи, червяки, жуки, тараканы и такие страшные палочники. После того, как дети с ними пообщаются, узнают больше, научатся правильно их держать в руках, они перестают их бояться. Большое внимание на фестивале уделили инклюзивному образованию. Для этого открыли локации по изучению жестового языка и шрифта Брайля. Девятилетний Саша почувствовал, как играют и изучают мир слабовидящие дети. Я сегодня сюда пришел, чтобы поиграть в ГО. Я с закрытыми глазами ощупывал доску и ставил туда камни. В рамках фестиваля также проходит форум нового образования. На нем дети могут поделиться своим видением идеальных школьных уроков, а учителя придумать, как это реализовать. Арсенал идей продлится до 30 сентября. Новости в режиме онлайн вы найдете на наших страницах в соцсетях и на сайте телеканала uatv.ua Читайте и будьте в курсе всех событий. На этом у нас пока все. Буквально через два часа новый свежий выпуск новостей. Поэтому не переключайте и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин